И следующий доклад Сереги Федичкина про мониторинг, версия наземная. Я название немножко скомкал, точнее, там скажешь. Да нет, все правильно, версия наземная. Да, всем привет еще раз. Здорово, что мы собрались наконец-то. Да, сегодня хотел бы рассказать о такой теме, как мониторинг бизнес-процессов. Как бы тема смежная с интеграционной и насущная, в том числе с интеграцией. И вот я хотел бы рассказать об варианте архитектуры одной, именно в on-premise варианте, который можно реализовать. Кто работал в поддержке или связанного с поддержкой уровня, определенно наверняка сталкивались с такими ситуациями, когда или сотрудник бизнеса, или какой-то первой линии поддержки обращается с вопросами, собственно, где данные. Что происходит с нашим объектом, что происходит с заказом, поставкой, неважно, где он и почему, в общем-то, процесс не может быть завершен. И если мы видим, что в API вроде бы все доставлено, как это проанализировать, непонятно. И, собственно, сама задача реализации мониторинга бизнес-процесса, в общем-то, призвана упростить жизнь всем. То есть как бы и бизнесу, и поддержке, и нам, разработчикам. Реализация бизнес-процесса, она как бы мониторинга бизнес-процесса состоит из следующих пунктов, которые нам необходимо выполнить. То есть это составит непосредственно самую модель процесса, его шаги, определить, допустим, его длительность, определить, сколько каждый шаг должен выполняться для того, чтобы оценивать производительность процесса и понимать, то есть где мы находимся, как мы отклоняемся и что с этим, как на это реагировать. Нам непосредственно нужны источники данных, то есть источники событий, которые нам будет поставлять системы, системы, обработка этих данных и то, как эти данные показывать пользователям. С моделью бизнес-процесса, то есть ее можно представить условно так, то есть это набор шагов каких-то, которые у нас разделены по времени, и нам нужно эти как бы события все собирать в какое-то хранилище данных, и уже там непосредственно дело анализировать, и оценивать производительность, и каким-то образом это потом визуализировать. То есть и стоит вопрос, собственно, как это реализовать. Ну, стратегия SAP такова, что все движутся в облака, и, собственно, как бы все актуальные сервисы для реализации данных, данные задачи, они в облаке представлены. Это, например, такой компонент, как процесс визибилити, который входит в Cloud Workflow Management. Например, это ILM, Application Lifecycle Management, который хорошо интегрируется, опять же, с CPI, с Integration Suite, для мониторинга сообщений и построения end-to-end цепочек. Здесь как бы стратегия понятна, да, но сегодня вот мне хотелось бы поговорить именно о старом, добром нашем on-premise, с которым мы все работаем. Так, что... И, наверное, еще долгое время будем жить. Можно нажать? Так, нет. Вот, да, то есть мы все уже немного давно с этим работаем, примерно представляем, как это все устроено, какие проблемы есть. И вот давайте поговорим об этой архитектуре и об ее компонентах. Ну, должен сразу сказать, что как бы эта архитектура, наверное, является как бы примером таким в некоторых местах и упрощенных, потому что эти компоненты выбраны, они как бы доступны и достаточно просты в управлении, но, опять же, эту архитектуру нужно все-таки применять, примерять к требованиям, которые выставляются бизнесом, да, и, например, она может быть необязательно там 100% все учитывать, но как, то есть вариант с какими-то базовыми функциями, может, даже не базовыми, то есть подходит. То есть вот это как бы архитектура. То есть я об этом каждом компоненте поговорю отдельно, то есть как оно устроено, расскажу там о каждой его общих основных функциях, и потом еще раз дам какие-то определенные такие лайфхаки, советы, может быть, как использовать стандартные компоненты того же, например, PO для, например, получения каких-то событий, обработки сообщений. Ну, здесь как бы условно видно, что можно разделить у нас систему как бы на ABAP и non-ABAP-based, ну, КАБАП, например, SFO, ECC, EVM и так далее, в которых входит, например, такой компонент стандартный как процесс-обзервер. Такой не очень популярный компонент, который был анонсирован, ну, наверное, где-то в 13-м, по-моему, 14-х годах, но как бы я его на самом деле не особо где-то там встречал, но он продолжает развиваться, до сих пор выпускаются обновления, особенно в среде SFO, поэтому, то есть на него можно обратить внимание. Ну, здесь о каждом я расскажу подробнее о компоненте. Да, здесь, наверное, центральный этот компонент, это как раз-таки репликационный компонент. Вот здесь в данном примере просто архитектуры используется SLT, ну, как наиболее, наверное, упрощенный вариант репликации с определенными своими ограничениями, то есть на его месте может быть другой репликационный компонент, который представляется SAP, это, например, SDI или Data Services, но как бы здесь SLT, он при использовании с HANA как бы бесплатный, свободный, на все другие компоненты нужны отдельные лицензии, поэтому как бы вот решил рассказать как бы про него как наиболее доступный, наверное, вариант. Вот, и, собственно, как бы тем дата-сорсом, дата-стором для получения всех данных у нас выступает как раз SAP HANA в базе данных с таким компонентом, как Operational Process Intelligence. Тоже расскажу об него подробнее. Давайте пойдем, да, по каждому компоненту отдельно. То есть SLTM, ну, это ABAP-based компонент, то есть он может выступать в ролик центрального или аддона, то есть аддон – это когда он ставится непосредственно в ABAP-систему, используется для репликации, или он может выступать как бы центральным компонентом, то есть это отдельно инсталлированная ABAP-система, куда тоже ставится уже этот DMS-аддон, так называемый, ADMIS-компонент, но только в роли центра. У них разные наборы нот, если их обновлять, то есть как бы между ними разница есть. Вот как бы репликация, у нас есть как бы два режима. Это первичная загрузка, когда у нас все данные перезагружаются из источника в цель. Ну, здесь нужно понимать, что как бы источниками и целью могут с целевой системой выступать, то есть как бы хана с одной стороны, с другой как бы как SAP-система. И первичная загрузка, с картинки там видно, и как бы real-time репликация, которая работает по принципу как бы trigger-based, когда она вешает триггеры на определенную таблицу выбранную, там по вставке, обновлению и удалению, и записывает эти изменения в таблицу логирования. И после этого как бы то фоновое задание, которое как бы бесконечно работает в самом DMS-аддоне, оно просто обращается к этой таблице и вычитывает вот эту дельту изменений из таблицы логирования. И, соответственно, вычитывает по ключу, который записан в таблицу логирования, основную запись из таблицы, и таблицу запись из таблицы логирования затем удаляет. То есть как бы когда все работает хорошо, по идее таблица логирования пустая. Соответственно, как бы на одну систему у нас предполагается до 50 таблиц в одном источнике, то есть это работает примерно в одном ABAP-ном ворк-процессе. Рекомендация такая. То есть чем больше таблиц, тем потом нужно масштабировать количество ABAP-ных процессов в самом SLT. Ну, также есть функции фильтрации для того, чтобы отсеивать лишние данные и трансформации преобразования тоже на основе ABAP-правил, чего нет. То есть как бы по сравнению с другими репликационными компонентами нет виртуализации федерации, например, таблиц, когда мы можем собирать какие-то несколько источников данных на стороне репликационного тула, и там уже с этими данными как-то преобразовывать. То есть тут работа с таблицей идет всегда как бы один в один. Но для текущей архитектуры этого вполне достаточно. Ну и соединения. Соответственно, ABAP-система используется и RFC-соединение, потому что между ABAP и ABAP-системами идет взаимодействие между двумя адми с компонентами аддоном и центральным. А для не ABAP используется DB-коннекшн, когда нужно там ставить DB-клиент дополнительный, и уже список тех баз, с которыми можно соединяться. Вот он представлен внизу. В основном SAP-овские плюс Oracle, MySQL. Это примеры как раз тех мониторингов, которые в SLT используются. То есть тут вот видно то, что у нас на верхнем скриншоте это список конфигураций, то есть как бы комбинация источник-систем, система-источник и система-получатель. Внутри нее, то есть это набор таблиц в этой конфигурации, которые используются в данных рамках этой конфигурации. Следующий компонент в ABAP-системах – это процесс-обзервер. То есть это как бы стандартные компоненты, любой ABAP-систем, ABAP-нет-вивер, которым можно, в принципе, активировать, и он доступен будет сразу из коробки. Схема его взаимодействия примерно такая. То есть у нас есть транзакции стандартные для моделирования процесса, где мы просто определяем набор шагов в нашем процессе, привязываем к нему бизнес-объекты так называемые, это просто некоторые идентификаторы, и привязываем тип события, которые происходят с этим бизнес-объектом. Все это привязываем, как говорится, к шагам и в рамках определения вот этой модели процесса. И затем мы поставляем ивенты, события при обработке. То есть сделать это можно двумя способами. Первый – стандартный способ. Это обор ивенты, это бизнес-объект, репозитори, объекты. Но если кто работал с workflow, абаптными, там видели BAS 20, 25, 35, вот это объекты, тут и есть бизнес-объекты с номерами. То есть у них есть события, которые они генерируют, и можно на них в рамках процесса обзирая подписаться, и уже они будут автоматически генерироваться. Второй способ использовать Direct API – это просто функциональный модуль стандартный, который можно как бы вызывать с параметрами, с определенными, ну опять же, то есть идентификатор бизнес-объекта, события, которые с ним происходят, там штемп, какие-то параметры можно передавать, и все эти данные за ней при генерации записывают как раз в буферные таблицы. Они, буферные таблицы разные для каждого типа событий, но потом обрабатываются одним общим заданием периодическим, которое там планируется в фоне, и потом в этом как раз в периодическом задании происходит весь мэджик, и все события, они в зависимости от модели процессов, уже перераспределяются, ну как бы коррелируются в инстанцию процесса, и которые можно потом через стандартные системы транзакции мониторинга посмотреть. Также можно строить аналитики PIA временные или количественные, и также предоставлять стандартные боди для расширения обработки событий как бы до разных этапов данного процесса, и для того, чтобы какие-то данные фильтровать, или, например, события какие-то сплитить, обогащать какими-то данными, расширения есть. Ну, это тоже пример стандартного мониторинга транзакций, как это выглядит. То есть слева это список всех инстанций и процессов, это уже детали по процессу, где видно все цепочки событий, которые мы генерируем, и номера бизнес-объектов в данном случае. Но это какая-то стандартная визуализация на базе Java, не очень красивая, но, в общем-то, тоже можно посмотреть, где мы сейчас на каком шаге находимся. Следующий компонент в данной архитектуре – это процесс orchestration, наш любимый, то есть центральная часть в любой архитектуре при интеграции. И всегда хочется посмотреть, что произошло с нашими данными, когда они уже ушли из системы, из ERP, например, или почему они в ERP не пришли. Ну, и для данного цели есть стандартный компонент, называется integration visibility. Это стандартный компонент, он как бы входит, он доступен с версии 7.3.1 и предназначен как раз для работы с синхронными интерфейсами по передаче и аналогентами. Они, как данный компонент, он есть в реализации как в Java стеке, так и в ABAP стеке. Соответственно, например, если у вас есть в ERP-системе или в SFO настроенный integration engine, соответственно, можно также получать данные о тех событиях, которые происходят с этим сообщением. при обработке этого сообщения в системе. Есть как бы центральной, наверное, частью всей integration visibility выступает так называемый message flow. Это такая логическая абстракция над integrated configuration. То есть это, в принципе, комбинация в рамках одного integrated configuration, если на пальцах объяснить, то есть это комбинация всех отправителей и получателей, которые могут быть в рамках интерфейсов по ним. То есть если у нас, допустим, один сендер и три ресивера, которые работают через один интерфейс, соответственно, у нас получается три message flow. И на этот message flow мы можем как бы подписаться. То есть это как бы заводится консюмер. Есть два типа консюмера в integrated configuration. Это solution manager стандартный и как раз sub-operational process intelligence, sub-opint. Они там заводятся, выполняется конфигурация с SLD и с конфигурацией подключения к ABAP-системе, если она выступает получателем или отправителем в message flow. Затем также для получения контекстных данных мы можем настроить user-defined атрибуты, которые также доступны стандартно в API, как бы выполнять их экстракцию там по XPath или из заголовка. И потом эти атрибуты, соответственно, мы будем видеть также в таблицах message flow. То есть когда мы подписываемся на message flow, то как бы есть стандартные экстракторы, которые выбирают, они там по расписанию, которые стандартным job, который тоже настраивается как в Java, так и в ABAP-стеке, они вытаскивают как бы события, то есть состояние текущего message flow и переносит его, соответственно, в таблицу стандартную с этими ивентами. Вот маски этих таблиц указаны. И я в дальнейшем покажу пример как раз-таки с событиями в Java стеке. Это как раз тоже примеры интерфейса настройки. То есть на верхнем экране, это, кажется, список message flow. Тут все заблюрено, тут не видно. Но на втором как раз-таки вот это интерфейс, то место, где добавляется консюмер. Здесь вот мы видим, что консюмер-тайп вот сап-опинт. Давайте теперь поговорим посредственно о центральном этом компоненте в SAP Operational Process Intelligence. Ну, здесь нужно начать как бы с того, то что жизненный цикл данного продукта, он сейчас находится в режиме, в стадии maintenance, то есть он уже, под него выпускаются только патчи поддержки и как бы активной какой-то там разработки уже дополнительных фич в ней не ведется, потому что как бы политика и позиция development team, что как бы есть клаудный продукт, просто visibility, как бы нужно ориентироваться на него. Но тем не менее, то есть как бы он в любом случае как бы доступен, его можно использовать. Но это в основные характеристики. Как бы, во-первых, это аппликейшн стандартный, как бы он поставляется delivery unit, но развертывается как бы в стандартном access classic runtime. То есть как бы, ну, кто если не знает, как бы в Hany есть access classic, то есть то, что идет уже поставленный сразу при послеинсталляции доступен, и есть access advanced runtime, то есть это отдельный runtime, который нужно дополнительно ставить. Он более расширенный, с кучей дополнительных там возможностей по разработке в разных языках. Но как бы он появился позже, но вот API, он как бы исторически был зарожден, и вот до сих пор живет вот в access classic runtime. В чем, как бы, если видно на картинке, то как бы тут принцип очень похож на процесс-обзервер по своим шагам и по подходу к обработке, но как бы с той разницей, что как бы процесс-обзервер у нас живет только в ABAP-стеке, ну, в конкретной ABAP-системе, а здесь появляется возможность как бы собирать данные из-за многих источников, как бы коррелировать их и уже выстраивать бизнес-процесс, аналитику бизнес-процесса как бы с данными из разных источников. И эти вот источники тут представлены, то есть это посредством процесс-обзервер, ABAP-ный бизнес-воркфлоу, JavaScript, Netweaver, BPM, PI и еще саб-гитвей, которому эти системы подключены. Соответственно, вот эти все пять компонентов, они стандартно импортируются в среду разработки. Об этом я сейчас расскажу. То есть это просто импорт, определение процесса вытаскивается там и уже можно потом работать с ним как бы из коробки. А для не-саб-систем доступен процесс VentLog. Это как бы такая табличная структура, тоже не расскажу подробнее, которая позволяет в определенном формате поставлять события и уже тоже привязывать их к основному бизнес-сценарию. Для моделирования процесса используется такой тип проекта в ХАНИ, как называется Smart Process Application. Разработка выполняется в ХАНИ-студию. Это IDE на базе Eclipse, заточенная непосредственно под ХАНУ. И здесь, собственно, мы выполняем определение основного процесса. Это вот на скриншоте, как раз, представлен один, наверное, самый пример того, как мы, например, импортировали определение процесса из абапного процесса обзервера. Ниже вот такой с конвертиком, это импортированный message flow из Integrated Visibility. И здесь, как бы, как его вот эти... Все это представлено в нотации BPMN 2.0. Здесь мы можем определять, как бы, начало, переопределять даже начало и конец процесса. На каждый вот этот вот кубик или Activity уже доступны события. И мы, как бы, из набора всех событий, которые мы получаем, уже потом моделируем, то есть, как бы, целевой наш картину, фазы, так называемая, процесса, и уже говорим, то есть, то, как процесс должен, как бы, идти в идеале, то есть, в последовательности. Также мы определяем атрибуты, которые нам контекстные, доступные, и цели. То есть, как бы, это то, что, как мы реагируем на отклонение от процесса. То есть, если у нас, например, происходит, ну, что не доставилось сообщение API, например, тогда мы генерируем предупреждение, например, или то, что помечаем процесс, то, что у нас как бы находится в критическом состоянии, нужно на него обратить внимание. Вот. И, как бы, как сказал то, что всех участников вот этого процесса на основном картинке, их можно между собой скоррелировать по атрибутам и, соответственно, брать, ну, неограниченное количество систем, источников. Как бы главное, чтобы их контекст содержал какие-то имена, ну, номера, там, документов, допустим, то, что, как связать между собой, там, заказ для поставки в одной системе. И вот еще отдельно хотелось бы рассказать о процессе EventLog, то есть, как бы, как основном источнике, как формате данных для поставки событий из систем, которые не сабсистем. То есть, это собой представлено. Есть как бы два варианта, как это реализовать. Это либо вот непосредственно сам процесс протос EventLog и Operational Data Store. Протос EventLog, он представляет собой две таблицы. Это таблицы непосредственно самих событий в привязке к инстанции процесса. Вот. И сам контекст этого процесса, то есть, это дополнительные атрибуты, которые у нас в каком-то контексте привязаны. И вот исходя из этих таблиц, мы можем уже в ручном режиме смоделировать свое, как бы, определение процесса в формате тоже, в нотации BPMN 2.0. И, как бы, здесь выступает, например, то, что process definition ID – это у нас, как бы, инстанция, в общем, процесса, activity definition ID – это, вот, например, этот кубик. И то, что дальше уже генерируем как бы ID инстанций. То есть, как бы, то, что у нас – это только определение, то есть, как бы, только визуализация, разметка процесса. И в рамках него может уже происходить там свои какие-то события. Вот. Ну, другой способ – это используется perjadot store. Такой подход более, как бы, ограниченный на тот случай, если у нас вот нет общего списка событий, которые накапливаются, а у нас есть, например, какая-то там таблица состояния, текущие документы, то, что вот у нас есть, где статус, грубо говоря, перещелкивается создан, изменен, там, отправлен. Вот. И мы, как бы, отслеживаем только текущее состояние этой записи. Но, как бы, здесь есть, как бы, минус использования этого подхода, то, что здесь, как бы, из-за репликационного механизма можно, как бы, терять вот эти промежуточные состояния. Вот. Поэтому, как бы, процесс EventLock, наверное, выглядит наиболее предпочтительным. И самое главное то, что, как бы, с помощью этой структуры, ну, можно, как бы, и средствами разработки в HANA, то есть, если позволяет ее лицензия, как бы, сделать более глубокую, более тонкую аналитику этих событий. Ну, например, в случае с PI, тоже я расскажу об этом, как это можно использовать. Ну, это тоже, как раз, примеры тех дешбордов, которые генерируются. То есть, после формирования SmartProtess Application, все картин, весь ее WebUI, он генерируется автоматически, то есть, его можно потом кастомизировать дополнительно, как бы, это тоже не большая какая-то проблема. Но, как бы, основные вот эти все тайлы или плитки, они все генерируются, как бы, автоматически и показывают текущее состояние наших, как бы, процессов. И также можно добавлять кастомные метрики, индикаторы, вот эти плашки серым и зеленым, то есть, которые нам будут показывать текущую производительность процесса и что с этим, как он отклоняется и как на него реагировать. Ну, и вот в левом нижнем углу, это как раз пример вот тех фаз, которые в рамках бизнес-процесса показывают, то есть, которые у нас выполнены, которые, от которых у нас не прошли, и мы отклонились от процесса. То есть, и на каждый вот этот вот шаг, ну, то есть, фаза это группа шагов, которые верхние идут части, мейлстоуны, этапы тут зеленые, красные галочки, высказательные знаки. На каждой из них можно делать отдельные метрики временные, для того, чтобы как бы контролировать отклонения и потом уже какие-то строить тоже стандартную аналитику. Вот, и мне еще хотелось бы, наверное, тоже отдельно рассказать вот о событиях, как обрабатывать эти данные событий в Integration Visibility. В чате, в нашем любимом периодически возникают такие вопросы о том, что какие есть способы вообще понять и привязаться к контекстным данным о том, что сообщение, например, получено и доставлено. И я знаю, что сделали специальный адаптер-модуль, который позволяет тоже эти данные, события доставки получать и потом что-то с ними делать. Но, к сожалению, не вспомню сейчас, что же с этими событиями потом происходило. То есть также они записывались в базу данных или куда-то там отправлялись. Это способ такой тоже вполне как бы легальный. Как подписаться на таких, как их увидеть, эти события доставки сообщений вот через Functional Integration Visibility. Вот есть стандартная таблица Message Flow, BC, IV Message Flow, и в которую это список всех Message Flow сгенерированных. И есть таблица непосредственно самих событий, вот, где мы можем потом отыскать нужное нам сгенерированное, то есть событие по преобработке сообщения. Ну, нужно как бы настройка в данном случае выглядит так, что мы добавляем своего кастомного консюмера, вот, даже с типом операции, например, SAP API. То есть в принципе нет никаких здесь в системе ограничений на это. То есть мы можем создать любого консюмера, подписать на него Message Flow и уже потом в таблицу получать эти данные. Вопрос, то есть как их отыскать потом, какой, что конкретно, какой у нас запись относится к какому Message Flow. Вот, и тут как раз-таки вот нужна вот эта первая таблица, где мы по идентификатору самого этого Message Flow, который у нас в стандартном мониторинге, мы можем вот найти комбинацию там отправителя- получателя, и вот через какой-то, допустим, вот пример, в данном случае вот табличной функции, которую делал там, составить этот комбинацию там через разделитель, такую тильдочку отправителя и получателя, это, притом нужно использовать комбинацию как бы обе. Я не очень разобрался, почему это происходит, но иногда, то есть запись даже, ну, как бы любого события, оно происходит как бы в двух комбинациях, и нужно искать и ту, и другую как бы комбинацию. И уже как бы так мы определим, то есть какое событие у нас относится к какому Message Flow, и уже потом можно, ну, найти, во-первых, Message ID, то есть его статус, вот статус-код, и там в других полях есть описание, то есть ошибок, которые с ним произошли, ну, в случае, если оно у нас недоставлено. Или можно, например, то есть у нас состояние waiting, то есть тоже получить его текущее состояние. При том, что даже по одному событию, если, например, доставка в целевую систему выполняется там долго какие-то там, в какой-то причине, то можно по одному сообщению получить несколько событий. То есть то, что если оно у нас сейчас в процессе доставки находится, то что оно у нас следующее, например, что waiting попал в статус, и потом уже то, что оно у нас было доставлено. И это все в рамках одного сообщения. Вот. И как бы главное то, что как привязаться к контекстным атрибутам, бизнес-атрибутам, это вот в поле payload attributes у нас есть вот те самые настроенные UDS-атрибуты, user-defined search, которые они вот в правом самом колонке представлены, то есть они там через разделитель идут, и в принципе через тот же самый там SQL script или через Java, через, например, регулярное выражение можно просто эту строку разбить на пару имя-значения и уже потом использовать. И собственно, как бы, ну как бы тоже такой лайфхак, наверное, по использованию данной таблиц, ну данного подхода, это в том же самом operational process intelligence, то, что как бы если использовать стандартное message low при импорте, то как бы там есть такая проблема, что нельзя в рамках, каждая переотправка сообщения будет генерировать как бы отдельную инстанцию процесса, что неудобно всегда. И нам, например, мы захотим видеть, что у нас сколько было попыток отправки в рамках одной инстанции. И тут вот такой кастомный подход, то есть в принципе может это решить, то, что мы видим, что, например, для такой-то поставки мы, например, несколько раз отправляли ее из ABAP-системы. вот, наверное, все, что я хотел бы рассказать о данном варианте архитектуры. Вот, да, с удовольствием отвечу на ваши вопросы, если есть. Интересно, а вообще ведь вот тема этого доклада – это живой проект на опыт, а не просто ковыряние так, а что это за продукт, да? Ну, да. То есть у заказчика были какие-то ожидания, когда вот он формулировал про все это, что ему нужно, вот этот мониторинг. Вот вопрос, какие были ожидания заказчика и насколько их удалось воплотить с помощью вот этого продукта? Ну, на данный момент как бы это еще в процессе, да, но как бы все требования именно по построению цепочки документов, отслеживания, то есть как движется процесс, как там простейший, ну, процесс там тот же самый order to cache, например, который, и как строится цепочка, и где мы там сейчас находимся, и при том для, с участием 1С в данном ландшафте, как бы, пока вопросов здесь как бы не возникало. Вот, поэтому то, что видели, то, что в плане примера, ну, самих среды разработки, возможностей, потому что тут все, ну, зависит еще, конечно, от лицензии HANA, которая есть, потому что, ну, если это, например, там не стендерд, не интерпрайс, но сейчас только интерпрайс, то как бы там есть ограничения серьезные на разработку дополнительных объектов, modeled objects в HANA, которые, собственно, сильно расширяют возможности по манипулированию с данными, то есть, вот, например, позволяют делать какие-то такие кастомные вещи по работе с событиями из того же самого API, да, то есть, например, если такой возможности нет, то есть это ограничено, например, лицензии, то как бы тут очень сильно сужается, но данным, как бы, примерят возможности частью есть, вот, поэтому все требования, как бы, вот этим удается воплотить, то есть, как бы в рамках тех требований по процессу, то есть, это все пока укладывается, да. Особенно тут, как бы, вот полезно вот именно вот это вот слияние обработки цепочки на стороне, там, допустим, ABAP системы ERP, там, EVM следующее, и как между собой, например, потом обмениваются, там, с EDI провайдерами через API, через синхронные интерфейсы, потому что это, как бы, должно сильно снизить именно вот эти, для вопроса поддержки в плане перекидывания тикетов, то, что непонятно, кто находится, почему находится и так далее, то есть, единая, как бы, витрина данных процесса, где, собственно, каждый может найти то, что, постараться найти то, что ему хочется увидеть для решения, там, проблемы. Ага. А заказчик, получается, в эти плитки сам смотрит, заходит в продуктиве, да, и он имеет дело с этими плитками, с отчетными, да? Да, да, то есть, как бы, ну, во-первых, как бы можно заходить смотреть, во-вторых, как бы есть система нотификаций, автоматических, да, которые там тоже, скорее всего, будет усовершенствована, то есть, как бы, нестандартными вариантами, вот, но, как бы, здесь автоматизация некоторая предполагается в плане того, чтобы, как бы, о критических каких-то отклонениях оповещать, как бы, нужное лицо или создавать какой-то тикет через API, да, вот. А заказчик как-то кастомизирует этот UI или то, что сгенерировано? Его можно кастомизировать, это, то есть, как бы, он... Да, я это услышал, имеется в виду, а реально-то он его кастомизирует или пока пользуется тем, что сгенерировано? Ну, пока находится в фазе, пока еще к этому не пришли, но если придут, а, скорее всего, придут, то к этому готовы. Коллеги, еще вопросы, может быть? Ринат, у нас есть там в чате вопросы? В чате новых вопросов нет, но я бы еще пару слов хотел добавить вот к этому Сережиному кейсу. Илья, ты правильный вопрос задал про мотивацию бизнеса от всего этого решения, вот, и самое главное value, зачем вообще все это было придумано и реализуется сейчас, это дать возможность людям из команды сопровождающих бизнес-процессы узнавать о том, что проблема в бизнес-процессе случилась не по факту, когда она случилась и компания уже начала терять деньги, да, и пытаясь вот найти разрыв в бизнес-процессе и отыскать причину, да, вот на все это не тратить время. А хочется узнавать о том, что процесс начинает загибаться, грубо говоря, идти не по основному своему сценарию или с нарушениями тех пороговых значений временных, которые на шаг бизнес-процессы выделены или еще каких-то ключевых показателей эффективности процесса оперативного уровня. Узнавать это вот в момент, когда это на отклонение такое-нибудь только началось и узнавать с конкретным контекстом, то есть на конкретном шаге, с конкретной проблемой, для того, чтобы команда сопровождения могла среагировать оперативно и вернуть процесс в русло, так, чтобы бизнес даже не успел понять, что были какие-то неприятности. То есть вот именно это была мотивация бизнесовая, зачем это все придумывалось. Сам кейс мне очень нравится, потому что это тот пример, когда, во-первых, фактически все решение построено на разного вида интеграционных технологиях и фактически голое интеграционное решение непосредственно дает value бизнесу, да, прям видимое, четкое, понятное, прозрачное, что, в общем, далеко не всегда характерно для интеграционных решений. Второй момент, эта архитектура очень красиво вписывается на предыдущие доклады, связанные с вендривенной архитектурой, да, когда фактически эту аналитику оперативную мы строим на базе кусочков информации, размазанных по системному ландшафту, в backend-системах, в системе передачи данных в виде SAP PO, да, и мы все это собираем со всего ландшафта, складываем в одну хану централизованную, и дальше в этой хане это оперативно лопатим и зажигаем нужные фонарики, соответственно, в красивом, понятном пользовательском интерфейсе, пригодном для восприятия, команде сопровождения, а не технорям. И вот это вот решение прям, то, что называется в тренде, да, в современном. Единственный момент, да, о чем Сережа тоже уже сказал, конечно, ключевой компонент, да, в котором вся эта аналитика уже с собранных данных производится, SAP Operation Process Intelligence, Appint, это он прямо с решения, которое сейчас фактически новыми фичами не обогащается, да, потому что все усилия сейчас команда этого продукта, да, перенесла на его облачную версию, вот, его активно развивает. Поэтому, в принципе, если там смотреть в какое-то будущее, да, то, наверное, можно себе представить, что Appint вот в цепочке, да, обработки данных в какой-то момент можно будет заменить на облачную версию, и архитектура будет также прекрасно работать и деливерить такое же бизнес-велию, только с облачным бешком на конце этой цепочки обработки данных и визуализацией. А вот еще такой вопрос. Допустим, бизнес решил массово перезагрузить какие-то данные, заказы там переотправить. Был ли такой случай уже? И как эти все плитки, не сойдут ли они с ума, там, эти показатели не снизятся вниз или там, наоборот, верхний зашкалит? То есть бывает так, что хотим массово там перезагрузить. Не знаю, как там у этого заказчика у вас это актуально. У нас иногда такое бывает по ряду признаков. Не часто очень, но бывает. Как ты думаешь? Ну, пересоздать заказ на самом деле нельзя. Вот, то есть у него можно его изменить. Вот, в принципе, получается, что если у нас как сущность, как заказа появляется, да, то и открывается инстанция процесса, то все остальные события, которые происходят в рамках данного документа, то есть они просто отслеживаются другими как бы событиями. То, что он был изменен, например, там, старнирован, там, или там, старнирование с не то, например, да. Но как бизнес-объект с определенным номером, он в системе существует, и как бы он не может дважды появиться. То есть и тут все один в один как бы работает мониторинг. Понятно. Еще вопросы? А вот сейчас вопрос. А вот можно ли там настраивать так, что вот когда одно событие произошло, а другого долго нет, то что-нибудь там сигнализирует? Да, можно. То есть не в системах, а именно вот уже собираете, да. Да, да, это можно. Есть как бы ну три варианта стандартных обработки событий. То есть это, ну, непосредственно, последнее событие, которое произошло. Например, потом событие, которое произошло, событие А, но не произошло, событие Б, и третье, по-моему, общее количество. Сейчас не вспомню точно. Но то, что ты говоришь, это как бы вот это, то, что если событие произошло, и оно не происходит долго, следующее, это уже регулируется как разными настройками вот этого целевой модели процесса, и где на каждой вот этой там фазы и этапы уже навесывается определенный, как бы, контроль, который может быть там либо статический, либо из контекстных атрибутов формироваться. И вот как раз-таки это достигает, вот этим механизмом больше контролируется. Но исходное событие должно произойти, да? То есть мы не можем сказать, сделать какой-то триггер на то, что заказ там, который раз в час должен приходить, он не пришел. Для этого все равно что-то должно в, вот в этот мониторинг что-то прийти для начала, а потом уже нарешиваться. Ну, например, да, то, что у нас, да, там, создание заказа, да, вот это мы обозначаем, что это событие является началом в инстанции процесса, и уже как бы, когда инстанция процесса родилась, мы уже можем дальше отслеживать всю эту спочку последующих событий с их временными контролями. Ну да, логично. Так, я предлагаю сделать перерыв минут десять, десять, наверное, нормально, да? А потом с бодрыми силами добить еще две сессии, два выступления. Тогда перерыв десять минут, и еще, коллеги, подойдите сюда, кто не брал наклейки за двадцатый год. Субтитры создавал DimaTorzok